Совет Европы продлил санкции против высокопоставленных белорусских чиновников до 28 февраля 2022 года. В сообщении ЕС говорится, что ограничительные меры на протяжении 2021 года будут действовать в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за насильственные репрессии и запугивания мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию выборов. Санкции ЕС также направлены на экономических субъектов, известных бизнесменов и компаний, получающих выгоду от режима Александра Лукашенко и или поддерживающих его. ЕС вводил эти санкции в октябре, ноябре и декабре 2020 года, тем самым сигнализируя ответственным политическим и экономическим субъектам, что их действия и поддержка режима должны иметь свою цену. Ограничительные меры состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов, включенных в список лиц в настоящее время 88 физических лиц, включая Александра Лукашенко, а также замораживание активов семи юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто включен в список, прямо или косвенно. Также Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, согласно которой властям штатов рекомендуется ввести новые санкции и ограничить экономическую деятельность, связанную с Беларусью и ее властями. Резолюция не имеет обязательно юридической силы и фактически является рекомендацией. Называется документ «Поддержка народа Беларуси и его демократических устремлений, осуждение фальсификаций на выборах и последующих насильственных репрессий против мирных демонстрантов со стороны нелегитимного режима Лукашенко». В документе перечисляется список всех нарушений прав человека в Беларуси за последние месяцы, прошедшие после выборов президента Беларуси. А затем конгрессмены делают такие выводы в документе, в том числе ввести санкции против госпредприятий Беларуси. А еще конгрессмены призвали трансатлантическое сообщество запретить участие Запада в эмиссии государственного долга или закупочных контрактах. Накануне власти Беларуси внесли изменения в Уголовный кодекс 6 января 2021 года, часть норм которого вступают в силу уже 1 марта этого года. Тогда их чиновники назвали либерализацией и уходом от карательных принципов к профилактическим. Однако уже 24 февраля под руководством главы администрации президента Игоря Сергеенко состоялось заседание, на котором главной темой стала доработка законопроекта, направленного на совершенствование кодексов об уголовной ответственности. Зачем это понадобилось, сообщили на национальном правовом портале. Документ носит крайне важный характер как для государства, так и для простых людей. Группой фактически в режиме нон-стоп велась доработка законопроекта, в том числе с учетом поступивших многочисленных предложений, заинтересованных, сказал Игорь Сергеенко. А заместитель главы администрации президента Олег Чуприс прямо признался, что экстренные правки будут вноситься из-за необходимости модернизации уголовного законодательства с учетом развития общественных отношений. Как развивались общественные отношения в последнее время, знает, наверное, каждый беларус. Точное содержание правок в уголовном кодексе не оглашается, но есть общие сведения и направления. Так, в проекте изменений пересмотрены санкции порядка 70 составов преступлений с целью достижения сбалансированности уголовно-правовых норм и обеспечения соответствия характеру и степени общественной опасности совершенного деяния. Субтитры создавал DimaTorzok